о летних дизайнах с коллекцией so full money такая у нас прекрасная есть коллекция которая не так давно вышла и в ней очень классные пастельные оттенки давайте посмотрим они такие карамельные не знаю конфетные очень крутые и как раз сегодня я думаю что будет классно с ними поработать я покажу вам несколько дизайнов парочку с такие они будут очень легкие летние и я думаю что придется по вкусу вашим клиентам и вам тоже с чего начнем начнем с давайте с дизайна который я прям обожаю он такой немножко с графикой не совсем прям такой цветочный цветочный и для него мы давайте сделаем фон такой бежевенький какой-нибудь у меня например вот очень хороший есть тоже бежевый из коллекции from down to dusk очень спокойный 405 кстати знаете очень крутой лайфхак вот у меня сейчас например на ногтях сделано да я не очень люблю я очень люблю точнее молочные ногти но не очень люблю когда под ними просвечивает свой ноготочек потому что у меня например я живу в доме и часто есть какие-то дела домашние и если загрязняется изнутри ноготочек то просвечивает сквозь полупрозрачную базу поэтому я вот делаю прошу девочку которыми делать маникюр мы делаем следующим образом мы сначала покрываем цветом каким-нибудь бежевым а потом уже сверху молочку и получается очень прикольный эффект получается ноготь забит как бы он не просвечивающий да но эффект такой вот легкости фарфоровости он все равно остается поэтому все равно получается так очень нежненько и ненавязчиво так второй дизайн который мы будем делать он будет у нас на белом фоне для этом очень круто делать разные дизайн на белом фоне мне кажется потому что белый такой цвет универсальный да он подо все подойдет под любую одежду и достаточно легкий чистый отличный фон чтобы на нем что-то поделать порисовать как бинате белый лист бумаги до белый холст что такое мне сегодня видимо что-то у меня попало на типс и сейчас девочки подожди я обезжирю почему-то у меня что-то попало видимо на типс и материал видите сворачивается кстати прикольный эффект получается практически какой-то дизайн мне кажется так здесь можно использовать что-то любой белый материал можно использовать белый лотос 001 сейчас мы просто еще разочек прокроем ну что какая-то прям засада что такое могло попасть не знаю но ничего сейчас мы еще разочек просто покроем вторым слоем и будет все гуд-гуд оба дизайна обожаю знаете почему потому что вы можете использовать любой цвет то есть вы можете ввести в любую в любую цветовое решение которое у вас просит клиент например то есть если у вас пришел клиент и говорит я хочу что-нибудь там не знаю голубенькое зелененькое вы можете в этой цветовой гамме сделать если у вас клиент хочет что-то там сиренево розовое можете в этой цветовой гамме сделать то есть абсолютно свободно можете менять цвета и актуальность дизайна при перемене цветового решения не поменяется так для бежевого типсика нам понадобится с вами штампик да сам штамп без стемпинга просто вот это вот такая вот резиновая поверхность и понадобится любая палитра на которую мы можем просто потыкать на просто вот таким вот образом берем какие-нибудь цвета например я возьму березу хочу взять потемнее нас сегодня специальный гость программы моя собака и он решил пока я вам рисую дизайн и съесть пакет так смотрите что делаем очень скоростной дизайн на клиентах выполняется прямо быстрее вот не придумаешь просто берем видите тыкаем и в пустое место прям сильно сильно натыкиваем у нас получается вот такая вот клякс очка которая постепенно на резиновая вот эта силиконовой поверхности она начинает сжиматься и образовывать сама собой очень крутой орнамент очень крутой рисунок прицеливаемся и эту клякс очку отпечатываем здесь не бойтесь цветов каких-то например ярких потому что они у вас при отпечатывании немножко будут полупрозрачные сушим и на белом мы тоже будем пользоваться этой техникой промокнем просто салфеточкой помоем и если у нас один будет дизайн давайте с вами такой гамме больше зеленый с бирюзовым 2 мы сделаем сиренево такой розово-желтенький какой-нибудь то же самое делаем 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 такую натыкалку по натыкалку и также отпечатаем вот такой вот интересный получается узор прям на липкий слой можно так с бирюзой кстати тоже сиреневый неплохо будет смотреться на тоже нормально вот видите чем меньше у вас материал остается тем вот эти вот прожилки получаются потоньше то есть уходит от оклякса и остаются только такой вот как пузырики прожилки очень классно использовать в любом изображении каких-то текстур вот например да мы сейчас у нас открыто открыты двери в наш клуб ими арт-клаб очень круто там мы как раз изображением переносим отталкиваясь от референсов от картиночек ведь вот у нас последнее задание например было такое что мы делали с картинки вот такой вот дизайн тоже очень классно там применилась эта техника либо можно в другую цветовую гамму да уйти в какую-то более такую охристосерокоричневую и изображать можно как какие-то природные например крылья бабочек там или что-то так и какие-то природные камни минералы и фактуры очень классно подходит потому что природа как раз она от четких линий уходит графичных прямых и она вот вся такая вот пупырчато скажем хаотичная очень классно вот всякие абстракции делать эту технику тоже поэтому это вам так на заметочку в качестве лайфхака что не только можно в летних дизайнах использовать но также можно совершенно спокойно использовать и в других вариантах очень люблю кроме вот такой вот таких брызг использовать полусухую кисть это у нас цвет 412 и мы можем просто тихонечко прям вот по пошаркать еле-еле касаясь волосками на тоже получится вот такие вот прикольные брызги слушал вы даже здесь если белый отпечатаете все равно получится у вас полупрозрачность так сюда давайте мы еще розовым сделаем это у нас будет 415 прям можно знаете даже вот чуть-чуть совсем для ты вот топталки делать цветом поэтому прямо уходит совсем немного тоже печатываем и получаются вот такие вот красивые прикольные калякс очки просушиваю очень классно делать на нескольких ногтях когда у вас пока одна рука сохнет где вы понатыкали уже вы в это время с другой рукой работаете так что тут можно нам я думаю голубенького мы еще сюда добавим 416 тоже также прям тихонечко мазнем чтобы не сильно много потом стыкивать цвета и чистеньким штампиком сначала отпечатываем а потом прям побольше 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 и получается опять же вот такая вот штучка которую мы можем подумать как расположить и соответственно уже припечатать все получилось такой цветной хаотичный фон сушим его я думаю сейчас беленького еще сюда чуть-чуть добавим а сюда думаю что классно еще впишется желтенький хочется желтенький еще 414 где вся коллекция она очень круто друг другу подходит классные градиенты получаются из нее так тоже то же самое делаем все получилось такая дымочка чпоникс и пятнышком на месте тоже так вот припечатаем все тоже получилось такое видите пузырчатый фон прикольно так белый я еще хотел можно там вот смотрите нужно здесь вот в этой технике обязательно чтобы у вас были гель-лаки когда вы с гель-красками делаете они плотные они так не съеживаются вот именно нужно повторять с гель-лаками поэтому если захотите с гель-красками то тут будут вопросики беленький также мазь но это же бокс а потом и все и получился такая дымочка даже белый вас отпечатается не не белым он у вас отпечатается таким чуть молочным поэтому даже если будет белый не не бойтесь его отпечатывать так что сюда сюда сейчас я про крашу текласом чтобы закрепить шерми кончик вот на такой фон подойдут очень круто всякие разные шерми кончики который можно прямо ответь я втирающим почти движение теклас наношу чтобы он не создал не лишней толщины на чтоб не сплыл не стек толщины не создал просто мне надо избавиться от липкости вот на такие дизайны очень классные идут шерми кон и любые которые у вас такие вот контурные идет когда контурные и черно-белые они вот на такие дизайны очень круто накладываются на вот такие вот как раз пятнышки получаются очень интересно и или с надписями тоже очень классно то есть такое цветовое решение причем да вы можете менять повторюсь это решение в зависимости от того что у вас просит клиент да можно и надпись тоже прикреплять абсолютно любую вот все черненькие надписи сбоку по центру они все будут здесь очень классно вписываться так мы сейчас с вами давайте прикрепим белую надпись нам тоже здесь перекроемся стеклосом так у меня тут еще были подождите а мы сейчас вот такую прикрепим сейчас сейчас да давайте теклосом перекроем тоже также перекрываем тоненько-тоненько прям только чтобы избавиться от остаточной липкости чтоб шермикон хорошо закрепился лучше всего прям немножко пересушить даже его послушать хорошо послушать хорошо так берем в первом случае еще очень круто будут смотреться вот такие вот шермиконы которые у нас идут видите тоже контурные но можно с изображением каких-то девушек например двух экземплярах есть такие шермикончики и очень классно конечно то что можно посмотреть по композиции покрутить подумать как это будет выглядеть вообще да и как это будет на ноготочке а самое главное еще показать клиенту будущий результат очень часто особенно у новичков встает вопрос ожидания и реальность вот ожидания реальности иногда бывает не совпадает то есть вы ожидаете клиент что-то ожидает от вас и потом оказывается что например вы переволновались что-то не так ляпнули и там еще что-то пошло не так короче ну часто бывает у новичков что ожидания с реальностью не совпадает а здесь сводится к абсолютному минимуму эта история потому что у вас у клиента ожидаемый результат он совпадет с реальным результатом также да это же можно что кончить еще надпись ушку применить вот это например я щас или вот из-за этого тоже можно классно будет вот такие так 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 давайте луну сюда прикрепим будет луна открепляйте всегда шермикончики очень осторожно потому что они на очень тоненьком силиконовой подложке полосочками нужен все прикрепили и это теперь я все перекрою матовым топом это у нас вельвет топ гель у нас без остаточной липкости высыхает это мне нужно дальше для рисования я очень люблю кроме вот такой графики в шермиконах применять еще канцелярские лайнеры канцелярские лайнеры вообще крутая тема потому что ими может рисовать даже человек который в кисточку в принте никогда в руках в жизни держал и это здорово потому что многие останавливают зарабатывание на дизайнах именно потому что они боятся вот этого рисования кистью а здесь вам даже кисть в руки брать не надо вам надо рисовать как на бумаге фломастером так вот такую надпись прикрепим и перекроем silver drop top silver drop top это топ до защитное покрытие которое тоже не имеет остаточной липкости круто там его и супер сила в том что он такой знаете густенький это вот материал как раз который если вы где-то что-то не под выровняли например выравнивающим слоем он вам очень круто поможет это снивелировать потому что он густенький он не сильно растекается он гуще чем the class и он имеет в своем составе вот такие перламутровые частички во первых они сами по себе уже делают дизайн вы даже можете вот смотрите ничего не добавлять уже к этому типсу и получить уже готовый в принципе вариант да даже уже и так красиво оставить но я еще вам покажу что можно доработать и он вот всякие разные ямки если существуют таковые он их перекрывает поэтому вот эта тема вообще очень крутая запомните этот материал я его просто обожаю так лайнеры лайнеры бывают разные как говорится синий белый красные но у нас основу это черный вот конечно моя мечта чтобы фирма или выпустил уже свой лайнер и мне каждый раз не не говорила я эту длинную тираду про лайнеры да или про линер и про все по-разному его называют это именно линер или лайнер на нем на обычно написано lines да вот и он это не капиллярная ручка это именно вот лайнер из всех лайнеров которые я пробовала мне больше всего нравится микрон вам нужны два номера 005 и 01 вот он 01 и есть такой же еще 005 005 супер тоненький вообще прямо идеально для ногтей 01 тоже очень классно дальше все что больше вам тоже может пригодиться но если вы например что-то захотите допустим леопарда рисовать там что-то такое так рисует лайнеры только по поверхности без остаточной липкости если на них попадает липкий слой то они сразу же забиваются и из выходят из строя и можно собственно говоря покупать новый поэтому даже топ без остаточной липкости вельвет топ гель лучше все равно протереть клинером чтобы точно исключить любые непросохшие участки особенно если у вас например не очень мощная лампа можно даже чуть-чуть бафом пройтись там для пущей уверенности да но папа пыли планер тоже очень плохо рисует то есть лучше просто обезжирить дополнительно клинером и дать клинеру испариться потому что если он у вас не испарится вы начнете рисовать можете расстроиться потому что у вас поплывет он просто по мокрому и вы берете открываете и просто начинаете рисовать девочки просто начинаете рисовать прикиньте как просто вот вот даже проще не придумаешь мне кажется еще начинаете что-то рисовать какие-то например я очень люблю точечки добавлять в дизайн по натыкали вот так вот интент и и все это знаете так тоненько ювелирно и даже если вы вот вообще никогда не рисовали все равно получается прикольно все равно сразу же получается красиво когда рисуете кисточкой там тут рука дрогнула там на повороте кисточку занесло получилось неаккуратная чиро там еще какие-нибудь форс-мажоры могут быть до расположили неудачно может быть там еще что-то а здесь просто взяли рисуем думаем где что добавить можно получается ровненько красивенько и очень хорошо даже вот узнать у новичка у самого кто вот ну вообще от дизайна далек мне кажется здесь накосячить просто крайне тяжело потому что ну супер прям с первого раза обычно всех все получается здесь и располагайте как-то композицию допустим она у меня вот так вот наискосочек закрывает ноготь в чем это уже не декорации это все равно относится уже к ручной росписи да вы же ручками это делаете и все получается веселенький летний графичный дизайн очень модный мне кажется и такое с настроением это все лучше всего перекрыть перекрыть можно либо вельвет топ гель либо teclas но прежде чем перекрывать вам нужно запомнить два правила первое вам нужно подождать немножко хотя бы минутку-две чтобы лайнер высох на воздухе и второе вы когда будете перекрывать у вас должно быть на кисточке достаточно материала вот прям вот капелька если вы у вас уже во флакончике мало материала и вы будете вот такой вот полу сухой кистью по нескольку раз возить то вас лайнер может просто расползтись потому что вы его растворите материалом и он размажется то есть покрывать прямо четкими движениями с одного края на другой и чтобы у вас материала на кисточке было достаточно до чтоб не не дефицит материала был а чтобы было достаточно материала это мы пока оставляем на фоне чуть-чуть просохнуть и давайте дополним наш второй дизайн мы его чем будем дополнять мы будем дополнять его им постой не зря мне здесь лежит прекрасный набор я его обожаю кто смотрит и следит там за тем как я провожу эфиры я использую всегда практически им посту ну в 90 процентах случаях точно это мой один из самых вообще фаворитных материалов потому что он дает возможность вам делать роспись уже на поверхности вот для новичков это вообще супер круто потому что опять же уходит страх накосячить если вы даже накосячить и вы можете стереть а все что мы сейчас вот до этого делали останется уже неизменно потому что мы будем рисовать на поверхности и раз у нас вот такие вот прекрасные треугольнички перламутровые я предлагаю их подкрепить такими же вот геометрическими штучками только прорисованными допустим рисуем маленький треугольничек берем еще материал и в другой в другом положении тоже рисуем треугольничек тут всегда получится по разному потому что у вас вот эти вот частички они же как-то легли как им там захотелось и поэтому тут знаете нету конкретной композиции вы просто смотрите место где у вас например пустовато и можете заполнять как раз именно там треугольничками и добавим еще палочек то есть просто прикладываем кисточку делаем красивое окончание и тянем дотягиваем до конца получается такая вот палочка то есть это такая легкая очень геометрия летящая похоже что-то на оригами на бумажные самолетики это действительно очень мило смотрится поэтому я не просто так сюда прикрепила надпись миленько и также это смотрится очень воздушно легко без перегруза и самое главное что подходит под любое цветовое решение то есть понимаете да что вы можете взять в принципе любой цвет на фон и выполнить такой дизайн совершенно прекрасно и на розовом и на сиреневом и на голубом и на зеленом на более неоновом каком-то может быть фоне старайтесь у треугольничков выглаживать стороны вот так вот можно оставить вот такой графичный легкий как будто ветерочком разлетелись листики бумаги это просушить надо хорошенечко импаста лучше прям две минутки посушить она в принципе никогда никуда не девается у вас она может деться только если ну клиент ну прям очень активно работает руками но вот прямо вот целыми днями только и скребет этими ногтями почему-нибудь тогда с кончиков еще как-то может что-то куда-то сдвинуться но в основном все держится очень хорошо от коррекции до коррекции все перекрыли топом тоже сушим и получаем вот такие вот веселые легкие воздушные летние дизайны я надеюсь что вам было полезно посмотреть данный эфир да и вы примените это все в работе давайте посмотрим еще раз на наши дизайны которые мы сегодня делали очень классно вот этот дизайн смотрится на камуфлирующей базе и сегодня я просто делала на более плотном материале но на камуфляже смотрится просто огонь девочки во первых отрастает незаметно да то есть если здесь белая подложка будет ровно отрастать то здесь будет полупрозрачная граница гель ноготь она будет растать вообще незаметно и клиент будет ну как бы с чистеньким маникюром не совсем видно будет что он вообще там сделан например там две недели назад и опять же все концентрируется на кончике и такой получается очень воздушный дизайн но и здесь соответственно вы можете в качестве компаньонов что угодно сделать вы можете френч пустить вы можете и розовые вы можете сиреневый сделать однотонный градиент из желтого в розовый например прикольно будет тоже смотреться и любые например такие вот градиенте кида которая прямо нют нют baby bloom вот ну что ж не было очень приятно вам показывать сегодня дизайн и очень здорово поделиться своими какими-то наработками они быстрые подойдут даже для новичков я вас всех люблю обнимаю целую каждую этого желаю вам творческих успехов и конечно же если вы будете применять такие дизайны в работе мне было бы безумно приятно посмотреть что у вас получилось присылайте мы всего видим все отсматриваем все замечаем пока пока до встречи в новых эфирах